Весьма разумное и благоприятное слово изрек некто из древних относительно помыслов, говоря, «Истезуй помыслы на пороге сердца, при входе в него, наш ли они или от сопротивных, и родные нам и благие вводи во внутреннейшее хранилище души, и храни их там, как в некродомой сокровищнице, а противнические, бичами разумного рассуждения, помучив, то часы сгоняй, не давая им покоящее им место даже в окрестностях души своей, или лучше совсем избивая их мечом молитвы и божественнейшего поучения, чтобы от такого истребления Татии страх напал и на самого начальника их. Ведай, что кто так тщательно истезует помыслы, тот бывает истинным ревнителем об исполнении заповеди. Усиливающийся от сеч, борющий его и смущающие помыслы и движения, пусть побольше ополчит саваинников и споборников и приблизит их к себе на совместное противоборство. Таковы смирение душевное, труд телесный и всякое другое подвижническое самоумерщление. И особенно молитва из сокрушенного сердца со множеством слез, как поет Давид. Вишь смирение мое и труд мое, и остави все грехи мое, и слез моих не примолчи, Господи. И еще. Быше слеза мое, хлеб мне день и ночь, и опять питье мое с плачем растворяв. Соперник нашей жизни, дьявол, разными помыслами умаляет грехи наши и часто покрывает их забвением, чтобы мы послабили себе в трудах и не думали более оплакывать свои падения. Мы же, братья, не дадим себе забывать о своих падениях, хотя бы казались они уже и прощены нам в силу покаяния нашего. Но всегда будем памятовать о грехах своих и оплакывать их не перестанем, чтобы, стяжав себе яку добрую сожительницу смирения, избежать нам сетей тщеславия и гордости. Никто не думай своими силами понести труды и преуспеть в добродетели, ибо виновник всего доброго для нас есть Бог, как всего худого обольститель душ наших дьявол. Почему, когда сделаешь что доброе, приноси благодарение в виновнику его, и когда стужает тебе что худое, относи то к начальнику таких вещей. Сочетавший с ведением соответственную деятельность есть похвальный возделыватель духовный, из двух приятнейших источников напаяющий ниву душевную. При всем ведении окрыляет ум созерцанием наилучшего, а соответственная ему деятельность умерщвляет уды и яжи на земли, блуд, нечистоту, страсть и похоть злую. Когда же эти умертвятся, тогда распускаются прекрасные цветы добродетелей, приносящие обильные плоды духовные, любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Тогда, наконец, целомудрый сей делатель, распеньший плоть со страстьми и похотьми, речет с богоносным проповедником «Живу не к тому ас, но живет во мне Христос, а ежи ныне живу во плоти, веру и живу Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себе по мне». И вот еще что да не утаится от тебя, Христолюбче, что одна страсть, нашедшая в тебе себе место и укоренившись до навыка, в тот же дом приводит и прочие страсти, ибо хотя страсти соперничают одна против другой, равно как и виновники их бесы, но погибели наши и все согласны ищут. Цвет плоти, заставляющий увянуть подвигами, и всякую волю ее отсекающей, вот кто язвы Христа Господа носит на мертвенной плоти своей. Подвижнических трудов конец, покой без страсти, а разнообразных утешений плоти страсти без счастья. Не позволяй себе делом стоящим считать многолетие твоей монашеской жизни, и не будь ловлен самовосхвалением из-за долгого пребывания в пустыне и терпеливого подъятия там жестоких подвигов, но Господне слово держи в уме, что ты все еще раб неключимый, и все еще не исполнил заповеди владыки своего. И в самом деле, пока находимся мы в настоящей жизни, да то ли состоим невоззванными из изгнания, но еще сидим на реках вавилонских, еще страждем под гнетом пленфоделания египетского, еще не увидели земли обетованной, так как не совлеклись еще ветхого человека, тлеющего в похотях прелестных, еще не облеклись в образ небесного, еще носим образ перстного. И так нет нам дороги к самопохвальбе, но плакать долженствуем мы моляск, могущему спасти нас от рабства горького фараона, и исторгнуть из лютого тиранства его, и ввести в благую землю обетование, да обретем, наконец, покои во святилище Божьем, удостоясь поставленными быть одесную величествия и вышнига. Благ же сих, паче ума великих сподобиться мы можем не от дел, который успеем наделать в правде, но по безмерной милости Божией. Не перестанем же проливать слезы день и ночь, подражая рекшему, утрудився воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложимое, слезами моими по стелю мою умочу, и босеющие слезами радостью пожнуты. Далеко отгонять себя многоречивого духа, потому что в нем кроется со все злобные страсти, от него ложь, от него дерзость, от него смехотворство, срамословие, буесловие и многое другое. Так что по нем верно оправдывается сказанное, от многословия не избежишь и греха. Муж же молчаливый престол чувства, но и Господь сказал, что мы должны будем дать ответ за всякое праздное слово. Тем, которые злословят и укоряют нас, или другим каким образом нападают на нас, не тем же отвечать получили мы заповедь, то есть не противозлословить и не противоукорять, а напротив добрые о них говорить речи и благословлять их. Ибо когда мы мирствуем с людьми немирными, тогда в брани или битве состоим с демонами, когда же с братьями состоим в неприязни и брани, тогда мирствуем с демонами, которых научены мы совершенной ненавистью ненавидеть и непрерывно вести с ними брань. И избегай словом лукавым притыкания полагать ближнему, чтобы самому не быть приткнуту от вселукавого дьявола. Ибо слушай, что вопиет пророк, мужа кровей и льстива гнушается Господь, и еще потребит Господь все усны льстивые и язык велеречивые. Равным образом избегай осуждать брата при падении его, чтобы не отпасть от благости и любви. Ибо кто благости и любви к брату не имеет, тот не познал Бога. Ибо Бог есть любовь, как взывает Иоанн, сын Громов и возлюбленный ученик Христов. Если Христос и Спаситель всех душу свою положил за нас, то и мы должны полагать души за братьей. Любовь справедливо названа Матерью Добродетелей, главою закона и пророков. Поднимем же всякий труд, пока улучим преподобную любовь, и через нее исторгнемся из тиранства страстей, и на небеса взойдем, возносясь на крыльях добродетелей, и Бога узрим, сколько это доступно для человеческого естества. Если Бог любовь есть, то имеющий любовь Бога имеет в себе. Когда же ее нет, тогда нет нам совершенно никакой пользы, и совсем невозможно говорить, что мы любим Бога, ибо святый Иоанн говорит, аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит? Ложь есть. И опять, Бога никто же виден, и где же, аще друг друга любим, Бог в нас пребывает, и любы его совершенно есть в нас. Отсюда явно, что любовь есть благо высшее всех благ, указанных в Писании святом. И нет ни одного вида добродетели, человека с Богом соводворяющей и сочетовающей, которая не была бы связана с любовью и от нее не исходила, неизреченно никакой ею, бывая объемлема и охраняема. Принимая приходящих нам братья, не будем отягощаться тем или почитать то пресечением безмолвия, чтобы не нарушить уставы любви. Не будем также приглашать их, как добро им делающее, но паче, как сами от них приемлющее добро. И страноприимем их, как обязанные им, с мольбою и лицем радостным, как показал нам пример патриарх Авраам. Почему и богослов учит, говоря, «Чаться моя, не любим словом ниже языком, но делом и истинною, и всем разумеем, яко от истины есть мы». Патриарх, избрав постоянное себе делание страноприимства, сидел пред свою эскинию и приглашал мимоходящих. Всем потом безразличия, нечестивым и варварам предлагая трапезу, не раздумывая. Почему сподобился и дивного оного сотропезования, странноприяв ангелов и всех владыку. Будем и мы прилежать странноприимству со всем усердием и готовностью, чтобы принять не только ангелов, но и самого Бога. Ибо Господь говорит, «Пони же сотвористи единому сих братьям и их меньших, мне сотвористи». Всем хорошо благодетельствовать, но наипаче тем, кои не имеют чем воздать. Коего сердце не зазрит в нарушении заповеди Божьей, или в нерадении, или в принятии вражеской мысли, тот чист сердцем и достоин услышать блажение нечисти и сердцем, и о кутии Бога узрят. Постараемся достигнуть того, чтобы разумно управлять чувствами, особенно зрением, слухом и языком, поставляя себя законом ничего не видеть, не слышать, не говорить страстно, а все для пользы нашей душевной. Ибо ничто так не поползновенно на грех, как эти органы, когда они не управляются разумом, и, напротив, ничто, по чьих неблагоприятное дело спасения, когда ими правит разум, держит их в строе и ведет куда должен и куда хочет. Ибо когда они бесчинствуют, тогда и обоняние изниживается, и осязание с неистовством простирается на недолжное, и бесчисленное множество страстей привходит. Когда же они разумом держатся в своем чине, тогда повсюду у нас проявляется великий мир и невозмутимая тишина. Блаженный Феофилакт Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Матфея. Стихи 6-12. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тихтира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Кто такие были иродиане? Или воины иродовы? Или какая-то новая секта, признавшая Ирода за Христа по той причине, что при нем кончилось преемство иудейских царей? Пророчество Моакова определялось, что когда оскудеют князья от Иуды, тогда придет Христос, смотрим в Бытие, главу 49. Итак, поскольку во времена Ирода никто уже не был князем из иудеев, но властвовал Ирод и наплеменник, ибо был идумейнин, то некоторые приняли его за Христа и составили секту. Сие-то люди и хотели было убить Господа, но он уходит, поскольку еще не настало время страдания, уходит от неблагодарных и для того, чтобы облагодетельствовать большее число людей. За ним действительно последовали многие, и он исцелял их. Даже тиряне и седоняне получили пользу, несмотря на то, что были иноплеменники. Между тем единоплеменники его гнали его. Так-то нет пользы в родстве, если нет благонравия. Вот и чужие приходили ко Христу издалека, а иудеи гнали его, пришедшего к ним. Смотри же, как Христос чушь словолюбие. Чтобы народ не обступил его, он требует лодку, дабы в ней быть поодаль от народа. Язвами евангелист называет болезни, ибо болезни действительно много содействует к вразумлению нашему. Так что Бог наказывает нас всеми язвами, как отец детей. В переносном смысле. Обрати внимание и на то, что Иисуса хотят убить иродиане. Эти плотские, грубые люди, ирод, значит кожаный. Напротив, те, кои вышли из домов и из отечества своего, то есть от плотского образа жизни, те последуют за ним. Почему и исцеляются раны их, то есть грехи, уязвляющие совесть, и нечистые духи изгоняются. В данном отрывке рассказывается о избрании двенадцати апостолов. Слава Господа Иисуса Христа все росла, Его дивные дела, Его Слово, проникнутое духом и силою, обаяние Его личности, полной кротости и милосердия, все это возбуждало внимание, любопытство и восторг народа. Со всех сторон стекались к нему толпы, желающих послушать его учения или получить исцеление. Это был период его растущей популярности. За ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и Изза и Ордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. Среди них было много больных, которые бросались к нему, чтобы коснуться его. Удовлетворить всю эту многотысячную толпу, насытить ее жажду проповеди, исцелить всех больных, нуждавшихся в помощи, одному было совершенно невозможно. Наступило время, когда проповеданное Господом Царство Божие начинало расширяться и выходить из рамок небольшого кружка ближайших его учеников. Когда число желавших слышать об этом Царстве или вступить в Него становилось настолько велико, что для работы с Ним требовались помощники. Наступало время заложить фундамент для постройки здания этого Царства. Господь это и делает, избирая двенадцать апостолов в качестве ближайших своих сотрудников, которые должны были образовать первый остов будущего Царства. Он взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Быть с ним было необходимо, ибо в этом заключался источник силы, без чего они были немощны и малодушны. Посылать на проповедь — это был главный способ создания Царствия Божия, и для этой цели апостолы и избирались. Иметь власть исцелять от болезней и изгонять бесов — в этом заключалось главное средство влияния на слушателей, еще не подготовленных к тому, чтобы оценить внутреннюю красоту будущего Царства и избрать его ради Него самого и ради чистой любви к добру и к Богу. Вот те цели, для которых избраны апостолы. Для апостольского служения нужны особые качества сердца, потому Господь избирает простых галилейских рыбаков, или, как говорит апостол Павел, «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плодь не хвалилась пред Богом». Самомнение и гордость — великое препятствие в постройке Царства Божия, и хотя Господь использует для Своих целей иногда и сильных, и талантливых, но такие люди особенно поддаются искушению самообольщения. Апостолы исполнили свое назначение. Несмотря на многочисленные препятствия, несмотря на гонения, на казни, на преследования, несмотря на трудности путешествий и проповеди, часто среди диких варварских народов они мужественно несли свет евангельского учения везде, не останавливаясь ни перед чем. В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе проповедовали они Слово Божие. Они свято исполнили завет Господа, проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знаменями. С великим терпением и настойчивостью, с великим мужеством и самоотвержением, с великой любовью к людям строили они Царство Божие, Царство Добра и Правды. Их усилиями переродился мир, отбросив язычество, полные жестокости и эгоизма, и приняв учение Христа о любви и самоотречении. Это Царство строится еще и теперь. Апостолов уже давно нет в живых, но их преемники, пастыри и учители Церкви по-прежнему, по мере силы и усердия, трудятся над созданием Царства Божия, на том евангельском фундаменте, который заложил Господь. Когда закончится эта постройка, мы не знаем, но мы верим, что рано или поздно настанет это Царство, яркое, светлое, прекрасное Царство Добра, Правды, Святости и Чистоты, когда будет Бог всяческая во всех. Как должны мы к этому относиться, к апостольскому делу постройки? Можем ли мы удовлетвориться тем, что для этого дела Господом избраны только некоторые, особые люди, что нашего участия в работе, следовательно, не требуется, и потому мы можем оставаться лишь спокойными зрителями? На этот вопрос существует два ответа. Один гласит, что мы все должны взять на себя долю участия в апостольской работе, стать с ними вровень и делать то же, что и они, то есть учить, проповедовать, изъяснять Слово Божие. Это взгляд сектантов. Другой ответ дает обыкновенная жизнь обыкновенных людей. Это не наше дело, говорят они, и этого мнения, к сожалению, держится громадное большинство современных христиан. Это дело священников, проповедников, наша хата с краю. Оба ответа не верны. Делать чисто апостольское дело, то есть учить проповедовать Слово Божие, могут и имеют право далеко не все. Недаром из громадного числа своих последователей Господь Иисус Христос избирает только двенадцать, а позднее присоединяет к ним еще семьдесят. Господь поставил одних апостолами, пишет апостол Павел, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для создания тела Христова, доколе все придем в единство веры в меру полного возраста Христова. Все ли апостолы, восклицает он же, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? И в другом месте отвечает, никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Таким образом, апостольское дело учения, проповеди, сообщения даров благодати могут делать только призванные. С другой стороны, совершенно несправедливое то мнение, будто мы можем совершенно отказаться от участия в постройке Царства Божия, и будто это дело только тех людей, которые для этого специально поставлены. Обращаясь ко всем верующим, апостол Петр пишет, приступая к Нему, Господу Иисусу Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Все мы живые камни, из которых строится великолепное здание Царства Божие, все призваны к участию в этом Царстве, и все, следовательно, ответственны за эту постройку, все должны работать. Никто не смеет отказываться, но участие наше в этой работе различно. Как в одном теле, говорит апостол Павел, у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли – в учении, увещатель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, Благотворитель ли – благотвори с радушием, любовь да будет непритворна. Другими словами, каждый из нас обязан работать для созидания Царства Божия на том месте и в том служении, где он поставлен Богом. Участие в этой общей работе обязательно для каждого, но не обязательно, чтобы это участие проявлялось непременно в форме апостольского служения. Делай, что можешь, где можешь и как можешь, лишь бы это было с любовью. Чтобы для нас убедительней стала мысль о необходимости и обязанности общей работы на пользу общего дела, для этого надо отчетливее выяснить для себя, как понимали апостолы, взаимные отношения верующих. Для них все общество последователей Иисуса Христа или Церковь и представляет одно тело, в котором глава – Христос, а мы все – различные члены. Это не аллегория, не уподобление только, не образ наглядного выражения, но нечто гораздо большее. Это мистическое проникновение в самую суть вещей. Мы действительно составляем одно тело или один организм. Это можно представить лишь в воображении, но понять и объяснить во всех подробностях нельзя. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви, замечает апостол. Уже в вышеприведенном тексте апостол Павел дает эту мысль об обществе верующих, как об одном теле. Гораздо подробнее он выясняет это в послании к Коринфянам. И здесь слова его так определенны и дают такую захватывающую, глубоко мистическую картину внутренних отношений в Церкви, что на них следует остановиться со всем вниманием. Как тело одно, пишет он, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело — глаз, то где же слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждой в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Мы, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечении. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы — тело Христово, а порознь — члены. Эти слова апостола Павла следовало бы огненными буквами запечатлеть в сердце каждого христианина. Становится понятным, до какой степени тесно мы все связаны друг с другом, насколько зависим друг от друга, и как отвечаем все друг за друга и за благосостояние всего тела. Страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Это закон христианской ответственности. Если заражен один член, то зараза неизбежно передается другим и всему телу. Если согрешил один человек, то зараза греха в большей или меньшей дозе неизбежно переходит на весь организм, общество. Поэтому я не смею грешить не только потому, что это губит меня лично, но еще более потому, что это заражает и губит других. С другой стороны, если я вижу согрешающего брата, я не могу оставаться равнодушным, потому что этот грех в той или другой форме дойдет до меня. Иногда нам кажется, что наши грехи проходят бесследно и никому не приносят вреда. Это иллюзия, самообман. Где-нибудь, когда-нибудь, так или иначе, впоследствии греха скажутся. Жизнь, как океан, — говорит один из наших писателей, — всюду незримая связь. В одном конце тронул, в другом отдается. Вот ты прошел мимо ребенка, ты, может быть, и не заметил его, но образ твой нечестивый уже отпечатлелся в детском сердечке, и рано или поздно в чем-нибудь отразится, в мыслях, или в поступках, или в словах. В чем же должна состоять наша обязанность по отношению к обществу ввиду этой ответственности? Косвенный ответ на этот вопрос дает тот же апостол Павел. Из Христа все тело, — пишет он, — составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Это значит, во-первых, что кроме непосредственного исполнения тех обязанностей, которые возложены на меня Богом, я должен заботиться об укреплении взаимных связей между членами общества. Во-вторых, свое собственное дело я должен делать в духе любви так, чтобы оно содействовало усилению связи между мною и другими членами. Если каждый в своей деятельности подчиняется этим правилам, то общество созидается и растет в духе любви, приобретает прочность и процветает. Наоборот, при нарушении этих правил оно разлагается. Каждое дело можно делать различно. Можно его делать или как долг служения ближним, заботясь больше об их пользе, чем о своих выгодах. Тогда оно крепче связывает людей, служащих и пользующихся служением, и является средством укрепления, развития, процветания общества, силой творческой и жизненной. Или можно делать его с чистой эгоистическим расчетом, выжать из него как можно больше пользы личной для себя, нисколько не думая о благе других. И тогда оно не только ослабляет, расшатывает и вконец разрывает взаимные привязанности людей, но вносит в их отношения нечто совершенно противоположное. Гниение в том и состоит, что отдельные части гниющего тела теряют силу взаимного притяжения или сцепления и распадаются. Так в физическом мире, так и в человеческом обществе. Допустим, я крестьянин. Я могу свое крестьянское дело делать или в духе самого узкого себелюбия хватать за горло всякого, кто посмеет посигнуть на мою собственность или на мои права, скволыжничать на сходах, с пеной у рта ругаться за каждый вершок покоса, воровать у соседей дрова, рычать на каждого, кто обратится ко мне с нуждой и тому подобное. И тогда я являюсь элементом гниения, элементом общественно вредным. Или же могу уступать в земельных спорах, избегать ссор, помогать нуждающимся, чем могу, своей работой, орудиями, продуктами, уделять часть своих достатков беспомощным и бедным и т.д. И тогда я исполняю заповедь Божию и являюсь элементом жизненным, созидательным, элементом общественно полезным. Эгоизм, себелюбие – всегда сила распада, гниения. И это разлагающее действие эгоизма проявляется при всяких условиях. Напрасно говорят, что общество не может быть построено на евангельских началах самоотречения, и что наилучшее разрешение задачи, которого только можно желать, здесь заключается лишь в том, чтобы личный эгоизм каждого члена ввести в законные рамки так, чтобы он не сталкивался с эгоизмом соседа или, во всяком случае, знал свои пределы. Точно и ясно определить права и обязанности всех и каждого, не обижая никого, вот все, что нужно для общественного процветания. Такая постановка вопроса в корне неверна. Не говоря уже о том, что точно определить обязанности и права, не обижая никого, совершенно невозможно, ибо при эгоистическом отношении к жизни обиженные и недовольные всегда найдутся, но самое главное возражение состоит здесь в том, что никакими средствами невозможно запихнуть личный эгоизм в законные юридические рамки. Он всегда будет стараться из них вылезти и расшириться за счет соседа и, в конце концов, найдет для этого средство или лазейку. Отчего разлагаются современные капиталистические общества, несмотря на точную регламентацию прав и обязанностей? От того, что они построены на грубой эгоистической основе, но и всякое другое общество, которое явится на смену, неизбежно подвергнется тому же закону гниения, если останется на той же основе себелюбия и эгоизма. Итак, наше участие в апостольском деле постройки Царствия Божия должно заключаться прежде всего в том, чтобы каждое дело делать во имя Господа Иисуса Христа в духе евангельской любви и самопожертвовании. Но кроме этого, на нас лежит также задача всеми зависящими от нас средствами укреплять взаимные связи между людьми, содействуя по мере сил развитию религиозной веры, любви, дружбы, доверия и борясь с явлениями противоположными. Таким образом, если я пропоедую неверие, вражду, насилие, натравливаю людей друг на друга, клевещу, осуждаю, распускаю лживые слухи о людях, сею раздоры, подозрительность, всем этим я вношу разложение в общество и тем, если не останавливаю рост от Царства Божия. Ибо по необъяснимым законам Божьим оно растет при всяких условиях, то во всяком случае отвлекаю многих от участия в нем. Если же я распространяю истинную веру, проповедую любовь и братство, всепрощение и самоотречение, говорю о людях хорошо, благотворю и помогаю нуждающимся, борюсь с клеветой и ложью, примеряю враждующих, то этим я укрепляю общество и взаимные связи его членов и содействую развитию и расширению Царства Божия.